Прочитал информацию на общенациональном портале Медпросвещения и решил ее перечитать еще раз. Сейчас поймете почему. Цитирую полностью. В Кабмине считают, что экспортный потенциал страны расширится, если начать продавать компоненты донорской крови и препараты, изготовленные из донорской крови и ее компонентов. Согласно действующему законодательству, компоненты и препараты донорской крови разрешаются продавать за пределами Украины только при условии, что имеющиеся запасы полностью обеспечивают потребность них со стороны населения Украины. Как рассказали в правительстве, ссылаясь на данные Минздрава, в Украине пока не только хватает донорской крови для обеспечения внутренних потребностей, но есть и остатки. Именно те остатки правительство и предлагает продавать. Согласно информации Минздрава, имеющиеся остатки сырья у станции переливания крови и центров крови Украины, а также имеющиеся производственные мощности и остатки готовой и незавершенной продукции, покрывают объемы обязательного обеспечения потребностей охраны здоровья населения Украины в препаратах донорской крови, как говорится в сообщении Кабмина, правительство считает это решение очень прогрессивным и оценивает его положительно. Принято распоряжение разработанного исполнения требований части 3 статьи 22 закона Украины о донорской крови и ее компонентах. «Принятие документа не только позволит расширить экспортный потенциал Украины, но и будет способствовать увеличению объемов производства лекарственных средств», заявляет Кабмини Украины. Не могу не согласиться со своим коллегой из общенационального издания «Экономист» Семеном Хавером, когда он пишет «Торговля кровью отнюдь не уникальная особенность стран Восточной Европы или постсоветского пространства. Кровью своих граждан торгует Афганистан, Колумбия, ряд африканских стран. Так уж выходит, что государство, не желающее решать социальные проблемы, обречено на торговлю кровью. Недостаток образования делает нацию неконкурентоспособной на рынке труда, а отказ от социальной медицины обесценивает человеческую жизнь. Именно поэтому Украина решила перейти от торговли металлом к торговле кровью». Но я вижу проблему не только в том, что озвучил Хавевер. Наших доноров, которые добросовестно и добровольно сдают кровь, оценивают по экспортной шкале за сданный материал или отделываются обедом с чаем и копеечными выплатами. Если государство считает кровь экспортным товаром, то пусть расплачивается с производителем онного хотя бы на процентов 20 от его реальной стоимости за рубежом. Какая все-таки стыдоба этот наш Минздрав!